Здравствуйте, уважаемые любители астрологии! Ну, не секрет, что не все пользуются астрологическими прогнозами, но как раз-то те самые любители и будут смотреть мои передачи. Я волею судя показался в этом уютном местечке, и воцарился на этом троне, и обстановка помогает мне сосредоточиться. Я начну издалека. Страничка моя называется «Астроскоп». Я веду блоги в интернете уже много лет, больше 10 лет, и «Астроскоп» — это очень давно принятое название, поскольку отражает мой способ видеть мир, судить о людях при помощи звезд. Астрон по-гречески «звезды», а «Скопио» — «смотреть». И вот на этой страничке «Астроскоп» вы услышите астрологические прогнозы. Еще полслова о том, чем отличается астролог от астролога. Вроде бы звезды — те же люди, те же жизнь одна, но каждый судит немножечко по-своему. Я, например, исхожу из того, что готового будущего не существует, а существуют определенные инерции, существуют, безусловно, обстоятельства. Был в XX веке достаточно широко известный психотерапевт Карл Густав Юнг, который был очень хорошо знаком с астрологией, и назвал происходящее между космосом и людьми синхронистичностью. То есть, безусловно, существует взаимосвязь, хотя далеко не доказано, и, я думаю, и не будет доказано, что именно звезды или планеты влияют на человека. Скорее, звезды — это маркеры во времени каких-то перемен, которые происходят в нашей жизни. Собственно, в этом и суть, в этом и цель занятий астрологии — использовать астрономическую информацию для того, чтобы ориентироваться в нашей земной жизни. Но, несмотря на то, что многие, может быть, и знают, я напомню азбучные истины. Например, путь Солнца, по которому оно движется по небу, называется у астрономов «эклиптика», а в астрологии называется «зодиак». Круг по зодиаку Солнце делает примерно в течение года. Другие планеты движутся медленнее. Например, Юпитер по кругу движется 12 лет, Сатурн — целых 29,5. Хотя, например, Луна недаром во многих языках называется месяцем, поскольку именно месяц, 27,5 суток, нужно Луне, чтобы пройти этот путь. К чему я это говорю? А к тому, что зодиак, как известно, состоит из 12 равных частей. Это знаки зодиака. И каждый знак, во-первых, отличается своей погодой в доме, своим настроением. То есть одна и та же планета, переходя из знака в знак, будет проявляться несколько иначе. И, например, Юпитер, который, проходя круг за 12 лет, в знаке пребывает около года, Юпитер очень сильно определяет настроение этого периода времени. Я специально себе приготовил информацию о том, что 10 октября 2017 года Юпитер сменил знак, и следующий год, в течение следующего, не календарного года, а именно в течение года, будет двигаться по Скорпиону. Если предыдущий знак весы выявлял возможности, а Юпитер их усиливал, возможности дипломатического решения вопросов, то Скорпион – знак силовой. И вот вам прогноз. Мы, может быть, многие из нас уже сейчас почувствовали, как изменяется на глазах атмосфера. Если предыдущий год – это было время, когда при всех напряженностях, и личных, и светских, и общественных, и военных, и политических, каких угодно, все-таки многое решалось путем политических переговоров, то вот Вангую следующий год принесет гораздо более напряженные отношения. Раз. Гораздо меньше будут стесняться в применении любых властных силовых методов, и в том числе военной силы. Ну, а в повседневной жизни Скорпион проявляется и в том, что кто-то будет ездить друг к другу по ушам, и кто-то будет применять какие-то другие формы силового воздействия. Надо сказать, что Скорпион отличается своей максимальной заряженностью на финансы. Это знак крупных бизнесменов, это поле экономики. И Юпитер, который символизирует рост и расширение, безусловно, сделает следующий год достаточно благодатным для бизнеса. То есть это будут появляться и улучшаться условия для бизнеса, независимо от экономического сегодняшнего состояния и независимо какой страны. Потому что это планетарное влияние и касается в равной мере всех. Так что впереди у нас очень насыщенное время, но это далеко не все. Есть еще одна уже упомянутая мною планета Сатурн, цикл которого 29,5 лет. И Сатурн в ближайшее время сменит знак. Но Сатурн в знаке пребывает примерно 2,5 года. И вот 20 декабря 2017 года Сатурн перейдет в следующий знак, в Козерог, где он будет 2,5 года. А дело в том, что Сатурн является управителем этого знака, то есть как бы хозяином дома. И будет проявляться в этом знаке максимально сильно. Следовательно, еще один поток очень конкретной информации мы имеем. Это говорит о том, что Козерог как знак, в силу ряда причин, в первую очередь касается государственности, жизни законов и исполняющих законы, то есть чиновников. Это юриспруденция, это защиты и гарантии, начиная от страхования индивидуального здоровья и заканчивая границами государства и, может быть, гарантиями какой-то безопасности, неважно чего, где звучит слово безопасность некой системы, это, конечно, Сатурн и Козерог. И, еще раз повторю, находясь в своем знаке в Козероге, Сатурн будет особенно активно устанавливать законы и одновременно следить за их исполнением. Поэтому люди, которые не очень любят, скажем, максимально легитимно выполнять свою деятельность или просто соблюдать какие-то правила, традиции, ритуалы, инструкции, все, что связано с законами, писанными и не писанными, особенно писанными, этим людям придется пересматривать свое отношение к жизни, иначе они могут быть наказаны. Но дело в том, что даже в организме Сатурн тоже дает очень интересную нам информацию. Он управляет плотными тканями, поэтому костями, суставами, хрящевой тканью и, безусловно, имеет отношение к состоянию наших суставов. Поэтому, может быть, молодежи это еще кажется не очень актуальным, а люди в возрасте это обязательно почувствуют. И получается, что как бы два с половиной года – это будет время, когда уровень вот этих всех ощущений будет выше среднестатистического. Что еще рассказать? Вот Уран – планета, которая по кругу движется 84 года. Это очень медленный фактор, редко меняет свое влияние, но и он в ближайшем будущем сменит знак. Правда, это произойдет не в октябре 2017 года, а в мае 2018. Но зато Уран в знаке находится в течение пяти лет. И если с 2010 по весну 2018 Уран шел по Овну, знаку воинственному, это было, безусловно, очень, это был фактор, который очень сильно провоцировал очень резкие движения, радикальные изменения и военные столкновения в частности. Тем более, что я об этом писал и в блогах, и рассказывал в утренних прогнозах передачи Натальи Аболы, я рассказывал о том, что вот так называемый кризис экономический, который коснулся практически всех стран мира, он во многом и даже в основном был спровоцирован напряженным аспектом Урана с Плутоном. И вот сейчас Уран, во-первых, в 2017 году прекращает конфликт с Плутоном, в котором в конфликте он был около 10 лет, а во-вторых, он меняет знак на гораздо более спокойный, на телец. А телец – это знак собственности любой, и личной, и государственной. И это знак материальный, поэтому связан с веществами, материалами, которые использует человечество в производстве чего бы то ни было. И, кроме того, телец и прежде всего телец заинтересован в земле. Поэтому я ожидаю в течение следующих семи лет достаточно интересные изменения, прогрессивные, инновации, как сейчас принято говорить, в сельском хозяйстве, в технологии производства самых разных не только продуктов, но и самих веществ. И многое-многое другое. А на этом сегодня все. Слушайте мои прогнозы, и у вас все получится.